Ведь ты не доучился, по-моему, да? Диплом не получил в ВУЗе. Я учился там дважды, уходил, приходил, но диплом я так и не получил, потому что, когда институт, вот это время учебы в институте, это то время, когда мы создали группу сталкер. Когда думаешь, ну, это кого имеешь в виду? Я говорю друзей, я имею в виду своих друзей. Это Виталий Электренштейн, да, в первую очередь? В первую очередь это, наверное, Серёжа Костров, с которым мы попробовали что-то вообще сочинить. Он написал стихи, я написал музыку. Сперва шли стихи, а потом музыка? Или наоборот, суть сейчас не в этом, я сейчас не помню точно. Скорее всего, может быть, была, не помню. Суть в том, что у нас было на чём записывать, надо было что-то записать. Поэтому была сочинена песня. Ну, кстати, если вспоминать, то, по-моему, я написал первую песню на стихи, да. Я знаю, что история с твоим вот мега-хитом «Чужая свадьба», там была такая, что ты сперва написал музыку, а потом заказывал всем подряд тексты. Это было много позже, это было уже в Москве. Так вот, и вот мы учились все в одном институте, и мы прогуливали занятия уже с целью. А у нас была цель. То есть, вот мы записывали какие-то свои вот эти вот первые опыты, музыкальные эксперименты какие-то. И потом так случилось, что эта плёнка пошла в народ. Сама по себе пошла? Сама по себе, людям понравилось. Ну, не без помощи, конечно, ресурса. У нас был огромный ресурс в лице того же Серёжи Кострова, который работал диджеем, и в лице Виталика Лихтенштейна, который работал в институтском баре диджеем. Тот был в городском, а этот в институтском. Вот, и они поставили у себя на дискотеке, и народ взорвался. А дальше как-то это всё разлетелось по дискотекам, по республике, потом по стране. И всё, и началось. И мы уехали на гастроли практически сразу. По какому маршруту? Мы год поработали в нашем городе, нам отдали такой молодёжный центр. Ну, ты ведь всегда пел, ты же всегда был поющим музыкантом. Опять же, возвращаясь к машине. Давай я закончил. Ну, ладно, давай, да. Ну, ты же сразу поговоришь на тираду, да, которые... И вот мы уехали, значит... Да, собственно говоря, потом мы уехали на гастроли, и всё. И в город уже не вернулись. То есть вот так вот вы уехали на гастроли, и осели уже в Москве. То есть вы... Мы уехали очень надолго. Мы... Ну, насколько долго? Сначала поехали от филармонии, мы год ездили. Ну, с кратковременными возвращениями домой. А потом второй год мы уже поехали опять от филармонии. Да, но мы за этот год успели филармонию как-то с картотеки, там, насколько я помню, вытащить и принести хорошие прибыли. А потом мы поехали работать второй год, и, конечно, тут началось вот уже какое-то... Вот познакомились с машиной времени, увидели, что такое настоящая жизнь. Нам захотелось так же. Нас стали вербовать там какие-то другие организации, а потом... Вербовать как коллектив или каждую подельность? Как коллектив, как коллектив. Вот, ну, а когда прозвучало от Саши предложение приехать... От Саши Кутикова. Приехать в Москву записать в Москве наш проект с человеческим звуком, то мы, конечно, ну, ни секунды уже не раздумывали и назад не вернулись. Наверное, мы поступили не очень хорошо. Правда, позже нас... Нехорошо по отношению к кому? К филармонии. Но, правда, нас известили телеграммой, что мы оттуда уволены. Так что как-то все само и сложилось. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.